Воспитанники детского дома Радуга посетили Свято-Владимирский храм. Отец Иоанн рассказал об истории этой церкви. Построена она была более ста лет назад, но от прежнего монастырского комплекса остался только храм. Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует такие экскурсии третий год подряд. Особенно они необходимы трудным подросткам, которые за свой недолгий век уже успели вступить в конфликт с законом. Нас очень тревожит то, что ситуация с групповой преступностью у нас не очень хорошая. То есть у нас увеличилось резко количество краж. Тревожит нас и то, что в основном преступления совершаются учащимися в школу. Это возраст 14-15 лет. Но на этот раз на экскурсию пришли дети, которые еще ни в чем дурном замечены не были. Цель таких мероприятий профилактическая – предостеречь от правонарушений. Многие из ребят в церкви были первый раз. Им показали иконы. Священнослужители называют храм не иначе, как музеем. Здесь есть старинные, 14-16 веков, есть и современные. Некоторые из них являются чудотворными и способны исцелить людей. Но чтобы чудо произошло, нужно свято верить. Когда детей начинаешь воспитывать в православной вере, они начинают как-то воспринимать мир лучше, как-то приходить к вере и быть достаточно добродушными. Самым ярким моментом экскурсии по Свято-Владимирскому храму стало посещение колокольни. Здесь ребята не только смогли послушать интересные рассказы о колоколах, но и попробовали себя в роли звонарей.